Всем привет! Это видео о том, как пользоваться функцией поиска Windows или как быстро найти на компьютере нужный файл. По сравнению с Windows 7 и 8, Windows 10 получила значительно более доработанный инструмент поиска в системе. Теперь для него предусмотрена отдельная кнопка на панели инструментов, а инструменты и фильтры поиска могут найти папку, файл, приложение или параметр по множеству предлагаемых параметров. Тем не менее, не зная как он работает, многие пользователи не пользуются им или не используют всех его возможностей. Кто хоть раз пользовался поиском Windows, знает, что в семёрке он выглядел поскромнее. Хотя поиск Windows 10 однозначно значительно лучше, чем в более ранних версиях, тем не менее в русскоязычной версии системы он ограничен. Это связано с тем, что в данной версии недоступна Cortana. Пока она научилась понимать и разговаривать только на шести языках – английский, немецкий, китайский, итальянский, испанский, французский. Самым простым способом осуществить поиск файла, приложений или параметра можно кликнув на значке поиска в виде лупы на панели задач или введя искомый параметр прямиком в открытом меню «Пуск». Для этого откройте «Пуск» и начинайте вводить слово, по которому нужно осуществить поиск. Windows автоматически перебрасывает пользователя к инструменту поиска. По умолчанию системой осуществляется поиск всех наиболее релевантных результатов на компьютере среди файлов, приложений, параметров и т.д. Но параметры поиска можно значительно сузить с помощью фильтра поиска. Для этого после ввода слова для поиска выберите в правом верхнем углу меню «Фильтры» и ограничьте поиск по одному из параметров «Всё», «Видео», «Документы», «Музыка», «Папки», «Параметры», «Приложения», «Фотографии» или даже выбрать расположение искомого объекта. Пользователями Windows 10 уже неоднократно отмечалось, что поиск через текстовое поле картаны в новой системе порой выполняется слишком медленно, вдобавок потребляя при этом значительный объём оперативной памяти. Это связано с тем, что при поиске данных Windows 10 использует особую внутреннюю базу индексируемых данных. В этой базе содержатся имена объектов, которые по мнению разработчиков являются более важными и которые должны выдаваться при поиске в первую очередь. Когда же пользователь запрашивает какой-нибудь файл, не входящий в этот список, то Windows начинает искать его только после того, как проверить внутреннюю базу важных объектов. Конечно же это в большей мере почувствуют пользователи слабых компьютеров или систем, к которым подключены хранилища очень больших объёмов. Тем не менее, ускорить поиск можно проиндексировав важные с точки зрения пользователя расположения. Для этого нажмите среди фильтров кнопку «Выбрать расположение». В окне «Индексировать следующее расположение» вы увидите проиндексированные папки. Чтобы добавить сюда нужную, выберите «Изменить» и укажите желаемую папку. Я для удобства указал весь диск C. Результат осуществления поиска через меню Пуск или используя иконку на панели задач будет выглядеть следующим образом. Чтобы перейти к нужному результату, достаточно кликнуть по нём левой кнопкой мыши. И файл, папка или окно настроек параметров откроется. Ещё одним способом осуществления поиска в Windows есть поиск из окна файлового менеджера. Другими словами, это поле поиска в окне открытой папки. Чтобы осуществить поиск файла, папки или приложения, перейдите в папку, в которой необходимо его найти. Введите слово, по которому хотите осуществить поиск в поле со значком «Лупы» в правом верхнем углу окна и нажмите Enter. Если папка, в которой осуществляется поиск будет иметь большой объём или не будет проиндексированной, то это может занять какое-то время, в течение которого в адресной строке файлового менеджера будет отображаться статус поиска. Найденные файлы будут отображаться списком. Чтобы сузить параметры поиска, перейдите к закладке файлового менеджера «Средство поиска», которое появится, если кликнуть в поле ввода слово для поиска. Таким способом можно сузить параметры поиска по дате изменения файла, типу, размеру, имени, тегу и т.д. Но обратите внимание, что в наиндексированных папках можно осуществлять поиск файлов только по названиям, но не по содержимому. Тем не менее, при желании такой критерий можно изменить прямиком из этого меню. Для этого перейдите в «Дополнительные параметры» и поставьте галочку напротив функции «Содержимое файлов». Также с закладки «Средства папок» файлового менеджера можно проиндексировать папку. Для этого перейдите в «Дополнительные параметры» и выберите «Изменить индексированные расположения». В результате откроется уже описанное выше меню «Параметры индексирования». Существуют также сторонние приложения для поиска файлов на компьютере. Их можно использовать в том случае, если встроенный инструмент по каким-то причинам не устраивает пользователя. Среди них есть как бесплатные, так и платные. Такие, которые имеют более широкий функционал, чем стандартные функции поиска Windows. Аналогичные или проще. По субъективным ощущениям сторонние программы для поиска файлов работают быстрее. Также к плюсам можно отнести наличие портативных версий, у некоторых разработчиков, с помощью которых можно осуществлять поиск файлов или папок на компьютере без установки данного приложения или запустив его с флешки внешнего жёсткого диска. Пользоваться программами для поиска файлов несложно. Просто введите в специальном поле слово, по которому будет искаться файл и нажмите Enter. Если нужно сузить критерии поиска, внесите соответствующее изменение в настройке программы. Если вы не можете найти на компьютере нужный файл по причине его случайного или непреднамеренного удаления, то в зависимости от типа файла и носителя информации, такие файлы или папки можно восстановить с помощью одной из программ для восстановления данных. Ссылка в описании. Если данное видео вам понравилось – ставьте лайк. Также на нашем канале вы найдёте много других роликов и видеоуроков по настройке ПК и восстановлению удалённых данных. Подписывайтесь и полезная информация всегда будет у вас под рукой. Всем спасибо за просмотр. Пока.